Всем большим привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И это наш первый влог из Турции. Сегодня новый день, и сегодня мы встречаемся с девчонками. Они уже по традиции ведут нас на турецкий завтрак. В Турции есть такая особенность, у них проходят турецкие завтраки, это очень интересное дело. Ну, встретимся, пообщаемся, они расскажут вам, как дела, что у них изменилось за это время. Привет! Я пущу! О, боже! Привет! А я думаю, наверное, еще не приедем. Девчонки, расскажите, вот такая погода здесь зимой всегда? Вот сейчас у нас уже зима. Два дня назад мы купались с Наташей. Сейчас стоит холодно уже, да? Двадцать пять градусов, но сегодня немножко прохладный ветерок. Ну, вообще, вот какая погода сегодня, вот такая у нас зима. Нас везет Надир. В общем, они тут не мелочатся. Целый мини-баз за нами пригнали. Мы едем на завтраки, на крепость, на коле. Смотрите, какой здесь открывается вид. В прошлый раз мы поднимались здесь на смотровую на фуникулёре, а есть еще дорога, можно просто доехать. Ну, ребят, вы посмотрите, какая красота. Бирюзовое море, горы. Другие, мы приехали на Ланинскую крепость. Мы сейчас с вами в старом городе и приехали на завтрак. Я надеюсь, вам понравится. Будет очень вкусно, сочно и хорошо. Хорошо, заинтриговала. Смотрите, здесь есть столики внутри. Мы, конечно, внутри не будем сидеть. Мы сядем на открытом воздухе. Вау. Ооо. Вот это здесь видно открывается. Это какая-то для Инстаграма завтрак. Отвал башки. Да, вообще, очень красиво, очень красиво. Это вот самый центр у нас. Далее идет район Оба, Тосмур, Кестель, Махмуд, Ларкар и Каргаджак. Так вот, то есть, Алания, она вся вытянута вдоль побережья. Нам принесли еду, и я снова в шоке, как и в первый раз. Почему турки так много едят на завтрак? Чтобы потом не обедать. Да, не обедал? Нет, конечно. Ну, потому что... Какие-то традиции, гостеприимство, хлебосольство, турецкое... Должно быть все, и сладкое, и соленое, много сыров, как вы видите, оливки, овощи, яичница, вот, то есть, творог, все, все. Это обычный, стандартный набор. А нет такого, что ты наелся и уже работать не хочешь, хочешь на диван? Конечно, есть такое. А вы, честно, так каждый день завтракаете? Нет. Вот я и думаю, не может кого быть. Если бы так каждый день завтракали, мы бы... Не влетли в дневент. Да. Вот именно так пришлось бы позже делать машинку. Как всегда, все вкусно. Мне очень нравятся вот эти штучки, они похожи на чебуреки. Для нашей. Да. Еще мне нравится сыр, вот этот, очень вкусный сыр. И колбаса, вот эта понравилась. Что твое здесь любимое? Я смотрю, ты любишь оливки? Я люблю оливки, маслины, сухофрукты и сырок тоже. Классное место здесь получается. Смотрите, такой вид, море, солнышко. Вы сидите, завтракаете. Так что, если будете в Алане, обязательно сюда приезжайте на завтрак. Можно, кстати, и на обед, и на ужин, я думаю. Просто с таким видом в любое время суток сюда можно приезжать. Привет! Ой, наконец-то вы до нас добрались. Привет, мой хороший. Ну, наконец-то, мы вас дождались. Тадир, привет! Ура! Ой, ты греетесь немножко на солнышке? Да, кайфово стало. Ой, Свет, какая загорела. Да, загорела? Да, загорела? Да, классно. Ой, я так не хотела загорать. Да. Ну вот, раз мы все в сборе, могу я вам тоже свои подарочки раздать. Все, Свет. Это и наш подарок, мы ваши подарки. Только откройте все вместе. Это тебе, Надя. Ой, так приятно. Это тебе. Спасибо. Это можно сейчас открыть. Да, открывайте. А это Наташ тебе. Спасибо. Ой, ой, ой. А Надир вчера получил подарки к Стеке. Спасибо. Да, Надир тоже получил. Да. Я думаю, только девочки, если и мальчик получать. Ой, супер британский котят. Он привязаный. Да, он привязаный. И вот эта компания, которая делает басиков, они вышли на мировой уровень. Это у нас уже, знаете ли, очень такая игрушка популярная. И я всем своим друзьям, подружкам, у каждой есть басик. Я всем дарю. И вот теперь у вас тоже есть маленькое напоминание обо мне. Спасибо. На здоровье. Спасибо, мой хороший. Я рада. Такие плюши, как настоящие, да? Какая-нибудь такая интересная. В завершении нам принесли кофе. И мы думали, что это водка. Саша так обрадовался. А потом сказали, что вода. А еще мы сейчас обсуждали с девчонкой, мы же выкладывали видео, как мы вечером ходили на дискотеку и отжигали. И вот сейчас вот я спрашиваю, стоило вообще его выкладывать или оно получилось слишком таким откровенным, веселым? Ну вот, что девчонки думают? Однозначно стоило. И я думаю, что это только начало, Свет. Натуральная жизнь, она должна быть показана. Согласна. Что все молодые, курортный город, людям не только интересно недвижимость смотреть, да, но и жизнь в Аланье, и ночную, и дневную, и утренную. Видели, даже думали, что утренном нам водки принесли. Поэтому все нормально. Я думаю, что вторая серия будет, Свет, ты как считаешь? Может быть, и третья. А может быть, это вообще и перейдет сейчас очень модные турецкие сериалы. Мы там просто отжигали, и не все. Ну, были комментарии, которые писали, ты ладно, что они просто веселятся, что такого. Нет, ну, в России же тоже мы, когда жили, веселились, и ходили, и каждый, не только мы, все ходят. Как-то люди уже расслабляются. Да, но там даже ничего такого, просто танцевали в ночных клубах, но пили коктейли. Ну, мы с Сашей немножко газанули. Ну, да, мы такие, такое бывает у нас тоже. Не каждый день, но мы тоже любим отдыхать, расслабляться с друзьями. Это жизнь. И пока у нас есть здоровье. Не оправдывайся. Надо его прописать. Прошу любить и жаловать, да. Какая есть. Мы допили кофе, и сейчас выдвигаемся в офис, посмотрим, что у них там изменилось, ну и покажем вам. Вот, кстати, как называется ресторан, Аватург Ресторант. Если надумаете сюда приехать, то вот так выглядит вход. И здесь есть место, куда поставить машину или байк. В общем, не могли проехать мимо, спускались с горы, и здесь у них, когда спускаешься, открываются вот такие виды. И ты постоянно это смотришь, и вот один вид краше другого. То кусочек моря видно, то вообще все море видно, то вид на город. И мы тоже уже ехали, а проехали, а проехали. И теперь уже все, нет, останавливаемся, покажем зрителям. Посмотрите, это вот их стена, очень красивая, хорошо, что ее сохранили до наших дней. Бирюзовое море, уже пригнали яхты, запускаются экскурсии на яхтах, уже первые выходы в море были, так что имейте это в виду. Есть еще вот такая штука, можно рассмотреть все в деталях. Я, кстати, надеюсь, мы на яхте покатаемся и покажем вам, какое море. Да, вы не думайте, что мы тут только одну недвижимость будем показывать. Мы сейчас такие планы наполеоновские построили. Все будет круто. Вот, все будет круто. Вот он. Вот и сам верхом. И мы вам его уже показывали, но девчонки сказали, что у них был ремонт. Да, у нас свой дизайн, у нас много новых людей. А у вас это хороший был, что вы? А, ну, вы трясели обновиться, почему бы и нет. Хорошо. Здрасте. Ой, привет! Привет! Ой, сто лет сто зим. Прибыли. Привет, привет. Привет, привет. Привет, знакомь, я много летаю. Мой брат. Света. Поможет. Саша. Привет, Таня. Очень приятно. Таня, Света, почему ты знакомь? Привет. Ой. Опять неожиданно камера. Да. Камера на сон. Слушай, ты такое. У нас ремонт. Смотрите, мы готовы к сезону. Все в сезоне. Все в сезоне. Ой, я впишусь. О, шикарно, как космический корабль. Но было, по-моему, и так круто. Да, я не понимаю, если честно, зачем и так было круто. Стало прямо вообще щекот. Сколько у вас сейчас человека? У нас сейчас очень много, вот если посчитать, я, Карина, Наташа, потом еще Руслан, это брат Эльмира, Юра, это сын Карины, и его девушка Татьяна. То есть 7 человек, и еще у вас прибавляется. А у вас же еще были люди, которые работали с немцами. Ну вот это только русские, я уже так про русское говорила. Да, то есть сколько работаю, столько лет. Здесь у вас планерки проходят. Да, тут мы вставляем контракты. Все самое интересное, все самое, да? Такое свеженькое, да. Ну и показывать всякие презентации, там всякие фотографии. То же самое наш бизнес-центр, например, или какие-нибудь еще объекты. Чего с выходными? Нет, выходные. Без выходных. Всегда работаем, да. У нас бывает клиент, который приезжает там в воскресенье. У них есть только воскресенье, потому что, ну, все понимаем, люди работают там же. И нам надо быть, например, в понедельник уже на работе. Вы извините, мы приезжаем только в выходные, и нам тоже нужно это решить. В общем, мы ушли из офиса. Там у них работа кипит, не хотим их отвлекать. Немножко погуляем по городу, купим что-нибудь из еды. И пока идем, хочу показать вам, как у них здесь растут апельсины. Просто вдоль дороги апельсиновые деревья. Вот, посмотрите. Вот сейчас погода разогрелась, середина дня, и на улице отличная погода, тепло. Можно уже даже кофточку снять. А я иду просто окрыленная, потому что услышала много хороших слов в свой адрес. Мне очень понравилось то, как отзывались девчонки о наших зрителях, которые к ним обращались по аренде, по покупке. То, что это такие добрые, адекватные, веселые люди. И я прям такая, да, да, это наши зрители, это наши зрители. Ну, приятно, когда тебя смотрят, такие хорошие люди. Сейчас на улице плюс 18, это стандартная погода для Турции зимой и весной, осенью. Имей в виду, не во все месяца, а бывает и теплее. Говорят, они на днях в море даже купались. Бывает температура плюс 25, он, ребята, там привет нам передает. Позитивные? Да, в общем, плюс 25 на днях было, люди купались уже, представляете? А мы приехали и в холд привезли. Вот, покажи, как цветет апельсин. Ага, вот цветочки. Беленькие, такие красивые, все здесь чисто, все зеленое, все цветет. Турки позитивные, они смотрят, что мы с камерой, это им интересно. Они не говорят, не снимай меня, они говорят, вообще, убери камеру. Нет, машут что-то там, приветы передают. Посмотрите, как выглядит школа местная. Дети играют в мяч. Сейчас, кстати, время половина второго дня. И, наверное, у них уже закончились занятия. Кстати, ребят, такая тема. Сейчас нам Надир предложил приехать сюда с родителями. И это так прикольно. Вот мы думаем, может, приехать сюда с мамой и с папой. Я думаю, им здесь понравится. Для них здесь комфортно, не сильно жарко. Но туда, ближе к лету, когда уже можно будет в море спокойно плавать. Напишите в комментариях, как вам эта идея. О, ребята, сладкая тема. Турецкие сладости. И вот, кстати, если захотите покупать сухофрукты, луку, поплаву, лучше брать в обычном супермаркете. Там тоже очень вкусное. Или вот в таких ларечках для местных. Будет дешевле. Хочу обратить ваше внимание, какая чистота в городе. Это не только в Алане. Вот мы проезжали и другие города. Я смотрел в окно, наблюдал. Так везде. Просто вылезано все. Каждая мусоринка практически выброшена. Деревья подстрижены. Нет никакой пыли, грязи на дорогах. Машины все чистые. Здесь стало так много европейцев. В основном из Германии много людей. Прямо самолетами летят. Многие прям целые отели. Заселяют там одни немцы. Что из новостей? Здесь вокруг горы. Они дают не только свежий чистый воздух, красивые виды, но еще здесь строится горнолыжный курорт. Уже там трассу прокладывают. И совсем скоро сюда можно будет приезжать, кататься на лыжах и сноубордом. Это тогда будет вообще полноценный курорт со всеми развлечениями. Какие только можно придумать. Да, мы с девчонками смеялись, что будем на сноубордах кататься. Они не умеют, мы не умеем. Это будет весело. И вот, если честно, до конца даже не верится, что здесь круглый год так. И зимой, и летом здесь солнечно, нет снега. Вот эти вот пальмы стоят вдоль дороги, как в Майами. И прям гуляешь, и комфортно. Как бы, знаете, для людей все. Я сейчас не захваливаю, потому что мы приехали там снимать видео для Савархом. Просто Турция реально классная страна, и многие наши соотечественники ее любят, выбирают для своих отпусков. Близко, недорого и вечное лето. Здесь на дереве фонарики, и вот такие от глаза. Турецкая тема. Мы когда были в Анталии, тоже нам какие-то раздал такие от глаза. Я прям в эту верю, ношу постоянно с собой. Посмотрите, как люди сидят, отдыхают, пьют чай турецкий. Мы сейчас тоже напились чая. Такой клевый чай сетки здесь. Он какой-то волшебный. Ты думаешь, что все, я уже напился, я больше не буду. Тебе приносят еще стакан, они же не спрашивают, несут, и несут. И ты его тоже выпил, и следующий выпьешь, и так и будешь его пить, потому что им не напиваешься. Его можно пить целый день. Вот такие у них здесь автобусы. Красивые, новенькие, современные, чистые. Весь город чистый. Приятно находиться здесь. Вообще, почему мы сейчас уделяем столько времени? К тому, что происходит на улице, вот этой чистоте, красоте. Потому что у нас еще не замылился глаз. Вот когда здесь живешь неделю, уже начинаешь привыкать, что вокруг все чисто, красиво, относишься к этому как должного. Но когда приезжаешь, особенно когда в России все серое, все тает, грязь, снег, дождь, и вот после вот этой серости в эти краски попадаешь, и первые дни прям ходишь такой в эйфории. А потом уже все, привыкаешь, и не обращаешься особо на это внимания. Мы вышли на пляж. Хотим посмотреть море. Вот что и сейчас здесь делается. Люди загорают. И, кстати, в это время уже можно обгореть. Девчонки говорят, что они несколько дней назад купались, просто сейчас какой-то холодный циклон, и не так жарко, как вот было. Море чистое, красивое. И, кстати, мы сегодня завтракали вон там на горе, и вот оттуда открывался вид вот сюда. А мы сейчас с Сашей обчистили банкомат, забрали все деньги, которые в нем были. Ну, там было правда только 400 лир, но мы все забрали. И я надеюсь сейчас купить дандурму. Это местное мороженое на козьем молоке. Какой-то смышленый Паша уже открыл здесь свой ресторанчик. Прямо на берегу моря. Здесь много ресторанов вдоль моря. Клево жить с видом на море. И у тебя здесь парк. И много ресторанчиков. Можно выйти и сразу где-нибудь посидеть, покурить коленчик. Здесь на пляже стоят бесплатные тренажеры. И можно заниматься с красивым видом на море и на горы. А, кстати, в горах еще лежит снег. Я подготавливаюсь к шашлыку, к кебабу и к дандурме. Просто, просто. Опа, как орех! Мы дошли до магазина Аланьон. Хорошо то, что он находится около нашего дома. Вот, к примеру, яйца стоят 13,90. Это где-то 150 рублей за 30 яиц. Молоко 1 литр стоит 5 лир. Это получается где-то 55 рублей. Естественно, здесь продается вся рыба, которая вас интересует. Морепродукты. Здесь ее можно вам почистить. Креветочки. И большой выбор овощей и фруктов. Картошка стоит 2,90. Это у нас получается около 33 рублей за килограмм. Мне кажется, это нормальная цена. Килограмм грецких орехов стоит 300 рублей. И здесь у нас любимый отдел веточки. Она попала в рай. В общем, моя любимая пахлава. Это вот такая. Прямоугольнички. В рулончиках. И квадратную люблю. Смотрите, стоит пахлава 30 лир. Это получается у нас всего 340 рублей. Я беру причем полкило. Вот здесь надо закупаться фисташками. Килограмм фисташек стоит 65 лир. Это получается 740 рублей. В общем, покупаем пахлаву. И там стоит мужчина, турок. Видит, как я покупаю, радуюсь и улыбается. И я ему показываю, типа, вкусненько. Он такой, нет, я не могу такое есть. И знаете, такое показывает? Типа, у меня живот. Я говорю, нормальный живот. Он засмеялся. В общем, здесь все такие прикольные, позитивные. Никакой агрессии. Вообще ничего. Хотите, покажу, что мы взяли. Что еще? Обжора, Светочка. Можешь делать в Турции. Есть. Яйца. Фисташки. Дальше курица. Масло. 82%. Йогурт. Со скидкой сейчас был сыр. Взяла самый лучший. Местный сыр. 20 лир. Потом пахлаву. Кстати, вот коробка целая. Микс. Она мне сделала разную. Она положила на 17, 19 лир вышла и взяла еще оливки на 5 лир. Очень люблю. Получается, пахлава вышла на 193 рубля. Мы пришли домой, принесли продукты. Сейчас будем обедать. Посмотрите, какой вид открывается из нашей квартиры. Мне очень нравятся панорамные окна. Они дают возможность все разглядеть. Круто, что видно море. Это такой простор. Так красиво, так приятно на него смотреть и с утра, и сейчас. Море как-то вдохновляет. В общем, я хочу сейчас попробовать пахлаву, потому что для меня Турция это пахлава. У меня вообще все странно сыр с едой. Таиланд это том-ям. Турция это пахлава и кебаб. Сладко. Очень много орехов. И недорого. Мы были в Кемере. Там она что-то так дорого стоила. Ну, в таких туристических ларьках. А здесь недорого. Ну, это я не знаю даже к лучшему или к худшему, что она здесь недорога. Теперь буду обедаться. Какой простор. Можем выйти на балкон, если хотите. Хотите на балкон? Пойдем. Сейчас уже так прогрелось. Сейчас уже вообще не холодно. И я-то думала, что наш комплекс, он, знаете, сделан как углом, как книжка раскрытая. А на самом деле нет. Это просто два дома. И они так стоят. И создается впечатление, что это один дом. На самом деле два. Сегодня утром, видела, чистили бассейн. Так что за ним тоже следят. Так, посмотрите, какие огромные балконы у тех, кто живет на втором, получается, этаже. Это целый стадион, футбольное поле. Ну, куда такие балконы, да? Может, что-то слишком большие дискотеки устраивать. В общем, у нас на этом все. Влог и так получился большим, насыщенным. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Если так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Пишите добрые комментарии. Задавайте вопросы, заходите на группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. Видите, в следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.